Ну вот я говорю не случайно, что это такая рыдательная неделя, и те, кто рассчитывал, например, на падение огромного метеорита, мы знаем, да, что астрономы предрекли на этой неделе направление к Земле метеорита размером с Кремль, они тоже просчитались, потому что, я не знаю, кто там был за рулем этого метеорита, но сообразив, что надо будет сейчас воткнуться в эти 40 миллионов сортиров и, возможно, еще в новичок, метеорит резко изменил траекторию, в общем, это планета, с которой никто не хочет иметь дело, даже метеориты, потому что вообще я, честно говоря, понимаю людей, которые ждут метеорит, ждут чуму, ждут дождь и серной кислоты, ждут на самом деле девальвацию, ждут вторую волну ковида, ждут революцию, но людям, в общем, нужна какая-то светлая полоса в жизни, им нужен какой-то отдых и возможность какого-то проблеска, потому что дальше существовать вот в беспросветице всей этой фанерной державщины, да, которая неизвестна, когда кончится и кончится ли, наверное, все-таки очень тяжело, при том, что на примере Белоруссии мы видим, до какой степени беременен мир изменениями, и насколько вот тот абсурд, с которым мы уже сжились, который мы уже считаем нормой, стал для всех неприемлемым, потому что ведь смотри, Оль, все хорошо, но кому-то будет жутко обидно, представь себе, там, через 15 лет, вороша радиоактивный пепел, кто-то будет объяснять половинке своего внука, ну, потому что уже будут рождаться такие внуки-мутанты, что вообще все было нормально, но вот тут возник один злобный козел, фамилия его, кажется, была Лукашенко, которому удалось стравить между собой всех и создать ту самую ситуацию, при которой, да, вот у нас ничего, кроме этого серого бесконечия пепла уже нету, да? У меня, кстати, если ты заметила... Вы прям ядерную войну предрекаете? Ну, а любая война, по идее, должна превратиться в ядерную, потому что война штука азартная, и чем больше страстей, чем больше участников, тем, в общем, больше шансов на то, что у кого-то не выдержат нервы. У меня, кстати, вот тут неделю не было, я заметил, что у меня за неделю на стене, Оля, подрос флаг, он был значительно меньше, подрос сам собой, да, и я надеюсь, что, в общем, решимость белорусов подрастает вместе с ним. Вот смотри, Оль, вот такая есть новость. Взрослый, увесистый, усатый дядя, увидев, как девочка пяти лет играет с мобильником, отрубил ей топором пальцы. Это произошло, вот, буквально на днях, два пальца, если быть точным, два маленьких пальчика. Но она как бы испортила мобильный, вот, в анамнезе такая история. И вы ужасно удивитесь, что это был не Лукашенко, и даже, да, это был не орг из Минского ОМОНа, это произошло где-то в Прибайкальском районе, и рубакой выступил просто подвыпивший гражданин России. Но вот по числу пальцев, всего два отрубленных, да, можно было догадаться, что это не Лукашенко и не ОМОН, потому что тем бы двух пальцев явно не хватило бы для того, чтобы удовлетворить свои аппетиты, потому что пальцев на руке гражданина должно быть ровно столько, чтобы невозможно было бы на айфоне поднять программу «Нехта», да, или любой другой ресурс, который освещает белорусские события. Вот, кстати, с моей точки зрения, первый человек за всю историю действительно достойный этой премии мира. Это даже два человека, это подлинные герои современной Беларуси, Путила и Протасевич. Это два творца канала, которые, в общем, ухитряются держать на плаву великую белорусскую революцию. Что касается Лукашенко, он окончательно охренел, и когда диктатор становится откровенно смешон, вот это вот для диктатора самая главная проблема, значит, для него все кончено. Вот когда он стал смешон, значит, его пульс начал обратный отсчет. Это очень важный момент. И для диктатора лучшая репутация кровавого маньяка, чем клоуна. У Лукашенко была и та репутация, и другая, но сейчас клоун стал перевешивать. Но вот он так смешно выглядит, честно говоря, не только потому, что он не очень умен, не только потому, что долгий путь из колхозника в абсолютного монарха вытравил из него всю адекватность, но потому, что его не готовили к этому. Ни один из них, из наших упомянутых нами диктаторов, не готов к тому, что он может попасть в какую-то предельно некомфортную для себя ситуацию. Этому надо учить, скажем так, нужно к этому готовить. Вот можно как угодно относиться к Путину, но он, безусловно, гораздо умнее, чем 10 Лукашенко. Но в такой же вот ситуации, когда будет травить и отрицать вся страна, когда будет издеваться студенчество, когда будет насмехаться пресса, когда будет травить интеллигенция, я думаю, что и Путин будет выглядеть примерно так же печально и так же жалко, как сейчас выглядит Лукашенко. Потому что, вот, скажем так, это наука, наука поведения, но никто из них не желает ее овладевать. Да, вот представьте, там, какой-нибудь чемпион по плаванию со всеми понтами, прищепками в носу, резиновые шапочки, красивые маховые движения. Вот до тех пор, пока он в стерилизованной, озонированной воде бассейна голубой, да, конечно, все вот эти пловецкие штучки проходят на уран. Если он окажется в болотце средне-густом торфяном, да, то вот эти все навыки вольного плавания будут совершенно ни к чему, если хоть в какую-то реальность он будет засунут после всего того своего комфортного спортивного существования. Точно так же с этими диктаторами требуется другая мимика, другая пластика. Я объясняю просто, почему у нас Лукашенко выглядит таким идиотом. Мне просто показалось, что ваша вот эта концепция диктатора, авторитарного правителя, который не готов к тому, чтобы его потоптали и чтобы рейтинг его упал до нуля, она говорит только об одном. Тренироваться не надо, надо просто вовремя уходить. Это, кстати, и оперная звезда будет смешна, когда у нее уже связки не работают, если она будет продолжать давать концерты. Мне кажется, вопрос только в том, чтобы вовремя покинуть сцену. Это всякой тренировки можно? Ну, это вообще нереально, но мы знаем несколько случаев, когда диктаторам удавалось продлевать свое существование именно за счет того, что они вели себя безукоризненно, но это были люди с другим опытом, потому что в зависимости от того, насколько остр, насколько адекватен будет человек в сложной ситуации, уважение к нему или былое почтение, или даже былое почитание может снова вернуться. И это тоже не исключено. Вот я говорю, просто представьте себе Путина, да, как объект травли всей страной. Он будет действительно выглядеть примерно как Лукашенко. Вот представьте себе этот груз, особенно для человека, который уже 25 лет купается только в чистой дистиллированной лесте и исключительно в ней, и ни в чем больше. А он ведь, Путин, он ведь главный в компании деспотов, да. Вот у Путина нет Путина, которому можно броситься в ножки. Он верхняя фигура. Это фигура, верхняя фигура иерархии диктаторов. Его никто не утешит, никто не приголубит, никто не накормит его баночкой ОМОНа, как он сам поступил с Лукашенко. И никто его заплаканный нос тоже не утрет. Но вот готовиться к таким минутам, в общем, неизбежным для всякого правителя, им всем мешает и гордость, и та обстановка атомной лести, в которой они живут, когда их связь с реальностью полностью разрушается, потому что кокон образуется уже такой толщины, что не проходит никакая информация извне, а это гарантирует, в общем, набор жесточайших ошибок, что, кстати говоря, может произойти с Белоруссией. Александр Глебович, вы так и не сказали, что делает Лукашенко-то? У него какие варианты, кроме как ровно продать? Нет, у него есть хороший один вариант. Во-первых, у него есть АКСУ, он может взять в зубы раструб АКСУ, переставить на автоматический огонь и разнести себе бошку. А второй, это вот не понтоваться, не идти в МВД, не идти к министру, а пойти просто в райотдел милиции и написать явку с повинной. Виновен в пытках, виновен в убийствах, виновен в изнасилованиях, виновен, 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 виновен. Вот честно, чтобы на него смотрел бы сезоносый, офигевший опер и записывал бы это все под протокол.